Пляж посёлка Дагомыс. Здесь точки проката водных аттракционов располагаются буквально через каждые несколько десятков метров. У этого судоводителя с документами всё в порядке. Вот только свою деятельность он осуществляет в неположенном месте. На него был составлен административный протокол и выписан штраф. Впрочем, это меньше ИЗУ. Ещё четыре протокола только на этом пляже было составлено за использование судна без прохождения технического освидетельствования. Все материалы проверки будут переданы в транспортную прокуратуру. Сегодня мы будем патрулировать акваторию Лазаревского района. Обратим особое внимание на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Это услуги проката гидроциклов, лодок, всяких надувных конструкций, которые привязывают к маломерным судам и используются в коммерческих целях. По каждому такому факту нами будет проводиться проверка и, соответственно, приниматься соответствующие законам решения. В совместных рейдах транспортной полиции и ГИМС у каждого своя задача. Полицейские пресекают грубые нарушения, например, отстраняют от управления судном нетрезвых. А вот сотрудники ГИМС проверяют, как соблюдается правило безопасной перевозки пассажиров, не превышена ли вместимость судна, есть ли необходимое освещение, жилеты и ракетницы. Наши функции по надзору за маломерными судами способствуют снижению статистики в части административных правонарушений. То есть, можно сказать, что на данный момент, как показывает административная практика, что административные правонарушения в части эксплуатации маломерных судов значительно сокращаются даже по сравнению с прошлым годом. Впрочем, проверяют специалисты не только те суда, которые работают в акватории Сочи, но и те, что базируются в порту курорта. Каждый судовладелец обязан иметь при себе документы на право управления судном и перевозку пассажиров. Подобные проверки учащаются в летний период и приносят свои плоды. Только с начала этого курортного сезона было выявлено и пресочено порядка 80 правонарушений на воде.